Европа постепенно закрывается. Сегодня к списку стран присоединилась Дания, Италия, Греция и Кипр. Франция и Германия ввели локдаун до 30 ноября. При этом страны не закрывают школы и детские сады. Власти заявили, что не могут себе это позволить, так как на кону образование подрастающего поколения. Все подробности в сюжете. Страны Европы одна за другой погружаются в локдаун. На Кипре из-за всплеска заражений закрывают рестораны, бары, кинотеатры и бассейны. При этом школы и детские сады будут работать в прежнем режиме, как и во Франции и Германии. Здесь ученики всех возрастов посещают школы в обычном формате, соблюдая масочный режим и проветривая классы через каждые 20 минут. В Греции как минимум на три недели опустеют города. Здесь разрешено работать аптекам, супермаркетам и средним школам. Для любой прогулки необходимо получить разрешение. Необходимо, чтобы бизнес работал в декабре, ведь в этом месяце некоторые зарабатывают на год вперед. Локдаун был неизбежен, поэтому мы решили пожертвовать ноябрем, чтобы не приносить в жертву Рождество. Из-за повторного локдауна в Германии потери понесут порядка 400 тысяч предприятий. Но правительство решило поддержать малый и средний бизнес, как и весной. На выплаты компенсацией выделят 10 миллиардов евро. Здесь надеются, что в декабре компании вернутся к работе, но во Франции такого оптимизма не разделяют. Скорее всего, нам придется забыть о зимних каникулах и праздниках, оставить их до 2021 года. Не хочу быть тем, кто несет совсем дурные вести, но такова реальность. А в Дании начали уничтожать норок, которых разводили на местных пушных фермах. Ликвидации подлежат 17 миллионов зверьков. Выяснилось, что их может поражать COVID-19, а после этого мутировать и передаваться людям. 12 работников уже заразились таким образом. Ирина Евгеньева, Наталья Раем, Информбюро.